В рубрику «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите» обратились жильцы дома 63 поселка Су-904. Люди рассказали, что еще в декабре под их домом прорвало трубу. Аварийная служба в одноэтажную деревяшку приезжала несколько раз, однако до сих пор ничего так и не сделала. Между тем, из-под дома продолжает парить. От сырости в квартирах не то что отходят обои и проседают стены. В маленьком деревянном строении проваливается пол, а недавно ночью в одной из веранд обрушился потолок. Подробности в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Случилось это у нас перед Новым годом. У нас прорвало трубу отопления. Мы вызвали аварийную службу. Они приехали, попытались починить нам эту трубу. Три дня что-то делалось у нас тут. И потом сказали, что все вроде у нас хорошо, уехали. В этот же день труба потекла снова. И вот с Нового года мы пытаемся добиться, чтобы нам ее починили нормально, по-человечески. Потому что горячий пар везде проникает у нас по дому. У нас рушатся потолки. У нас проваливаться начали полы. Мы обратились неоднократно в аварийную службу. Мы обращались в УЖХ. Затем мы написали письмо в прокуратуру. Прокуратура отправила наше письмо в жилинспекцию. Вчера мы получили ответы жилинспекции, что комиссия назначена на 7 марта. Но это же не факт еще, что и 7 марта у нас будет какое-то движение, и нам помогут. Просто мы уже боимся, потому что ночью периодически у нас от наледи что-то отрывается и что-то падает. У нас упала крыша в веранде среди ночи. Хорошо хоть ночью, что не кому-то на голову. Представляете, мы каждый раз трясемся по ночам, что наш дом может просто где-то провалиться или что-то на нас упасть. Для нас самое важное, чтобы починили эту несчастную трубу. Ремонт уже мы... Продолжение следует...